11 день путешествия 15 июня день пасмурный но ехать приятно не жарко и я все ближе-ближе подъезжаю к своей точке важной которую наметил на карте это речка днестр осталось каких-то 80 километров и я увижу днестр показать и як на тернопільщине я традиция насыпать курганы в память пресвятая дьява мария малися за нас вечно память героям замученных у тюрьмах за волю украины 40-50 роки вечно им память и практически таки курганы майже в кожному селі возле поселка суходол попал на такое старое старое заброшенное но уже очищенное кладбище все поросшие барвинком что мы здесь видим склепы разрушенные когда-то хранились усохшие этих склепах памятники скажу что не такие старые 34 год просят о молитве это польские памятники 33 год спочевая анна лацко скульптура бита золова металлические памятники металлический вот такой видите вот здесь кольца за не брались забрались руками поднимали эту крышку оттягивали и туда ссовывали какой же красавец костюм ухоженный чистый аккуратный от тернопильщина молодцы а трохи острой ховается католицкий костел мабуть не діючий потому что немає парафії удивляюсь какие стоят большие заброшенные здания никому не нужные абсолютно заброшенные само совершенство незруйнованный вот уже ж краса готычно 1864 вік прямо таки цели комплексы ось таки в селах тернопільщины мабуть не діючий мабуть не діючий мабуть не діючий золотом но он прошел так скорометно я велосипедик спрятал там под липой а сам пришел посмотреть на этот ансамбль водяной здесь целый бассейн как вы видите с водичкой и вот здесь место откуда вытекает самое джерело а еще здесь за этой скульптурой есть целые такие скалы вам сейчас покажу вот так под которой мы практически если был бы сильная гроза о я бы мог здесь прекрасно укрыться посмотрите здесь даже сенса есть о теперь мне не страшно никакая гроза я конечно если не обвалится вот эта штука я могу себе спокойно здесь укрыться велосипед там я здесь вода здесь жизнь есть счастье есть въехал через какие-то ворота очень интересные в парк в надежде увидеть здесь остатки хотя бы дворца но пока увидел нечто необыкновенное у нас киви хвалят липу старинную а посмотрите на это посмотрите на эту липу посмотрите на этот обхват ствола вот это липа ну вот кто сомневается вот листья посмотрите какая она цветущая какая она огромная как вообще может быть такая липа вот даже ее цвет если кто вдруг сомневается вот это липа я наверно сам впервые такую видео в общем выяснил я такую штуку что бывшая графья сапеги которые здесь построили свой дворец разбили парк потом естественно дворец был вероятно разобран на сарае а парк в 1960 году превратили в такой национальный парк в котором произрастает целый ряд редких растений одно из них такие как сосна веймутова тюльпановое дерево но и многие другие которые для нас сейчас уже не так редки как для того времени парк зеленый красивый много тени можно спрятаться от палящих лучей солнца успеху вот не зря я заехал в этот чудесный парк потому что здесь меня ожидает опять сюрприз мои любимые грибочки трутовики и что же вам сказать ну довольно таки молоденькие вот особенно эти мягенькие видите какие мягенькие а какие они вкусные опять у меня будет прекрасный обед все вот давай грибочек выламывайся серно-желтый гриб трутовичок а красавчик ребята а пахнет лесом грибами я так понимаю что на месте самого дворца этих сапегов построен дом культуры но кое-что сохранилось из старого ансамбля и это костел посмотрите какой он красивый какой он нео-готичный очень симпатичный очень на таблице написано соединить на небе тех которые любили на земле пробуем подняться ступеньками и ощутить атмосферу костела я понимаю если за это подергать будет звонить колокол но я этого делать не буду иначе будет на все бильче золото переполох а